В октябре на объекте по КТБ Савалмаш завершила свою работу Государственная комиссия. Проверяющие отметили высокую степень готовности и качество объекта и выдали замечания. Сейчас компания устраняет замечания, после чего будет проведена повторная проверка. Это необходимо для получения заключения о завершении строительства. Пока Госкомиссия проводила экспертизу, Савалмаш, не теряя времени, готовилась к запуску предприятия. В проектно-конструкторское технологическое бюро прибыло несколько новых станков – токарный, фрезерный ЧПУ, вертикально обрабатывающий центр с ЧПУ, а также различные инструменты для станков – резцы, метчики, сверла. Была доставлена первая партия упаковки для угла шлифовальной машины. Это еще один шаг к выпуску собственной продукции. Шли работы по усовершенствованию дрона-мотылек. Специалисты Савалмаш закончили обработку ротора двигателя, после которой он стал легче на 2 кг. Совершенствуются и технологии производства благодаря запускам специального оборудования. В октябре была получена первая оценка кадастровой стоимости по КТБ Савалмаш. На основании подобной оценки в будущем будет удерживаться налог на недвижимость. Пока что у Савалмаш, как у резидента ОИЗа Технополис Москва, по этому налогу льготная ставка 0%. В личном кабинете Solar Group функционал подачи заявки на получение акций стал доступен еще для 8 стран – Непала, Индонезии, Казахстана, Мали, Гаити, Нигера, Сенегалы и Гамбии. Теперь эта возможность открыта для инвесторов из 29 стран. В октябре компания Solar Group открыла представительство в двух странах – Мозамбике и Бразилии. Мозамбик – это первое представительство компании в регионах с португальским языком. Представителем проектов Solar Group в Мозамбике стал Мигель Дос Сантос, в Бразилии – Леумин Диас. Открытие представительства в регионе позволяет организовать систематическую и регулярную работу, проводить офлайн и онлайн мероприятия на постоянной основе, увеличивать число инвесторов и партнеров наших проектов. В мире теперь работают представительства Solar Group в 31 стране. В Северной Македонии активно развивается проект по созданию солнечной лодки с использованием технологии «Славянка». Лодочный мотор создала производственная кооперация «Ресурс» на базе двигателя с совмещенными обмотками от АСПП Вейхай. Представитель проектов Solar Group – Васко Поповский и партнеры в Македонии, а также партнеры ресурса из компании «Зеленград» своими руками собрали традиционную македонскую лодку, установили на ней мотор и тент, подготовили все для установки солнечных панелей. Разрешение на спуск на воду получено. Впереди испытания на Ахридском озере. Мы зафиксировали курс доллара к рублю, чтобы инвесторам из России было комфортнее инвестировать в проекты Solar Group. Напоминаем, что до 16 ноября включительно в личном кабинете 1 доллар равен 90 рублям. Пополняйте счет на выгодных условиях. Обратите внимание, вывод партнерского вознаграждения осуществляется по курсу Банка России. В октябре мы анонсировали международную конференцию Solar Group 2024. Она состоится 16 ноября в Москве и станет главным офлайн-мероприятием года. На ней выступят представители компании Solar Group и CivilMash. Будут озвучены новости строительства по КТБ, итоги развития, планы на будущее и другая важная для инвесторов и партнеров информация. Гости смогут увидеть технику на Славянке, получить ответы на свои вопросы и пообщаться друг с другом. Подробнее о мероприятии можно узнать по QR-коду на ваших экранах.